С начала месяца Молдова недополучает треть потребляемого объема газа, что привело к снижению давления в системе. На юге страны уже появились проблемы с газоснабжением некоторых предприятий. На днях в столице даже потушили вечный огонь, хотя власти заявили, что произошла ошибка и быстро ее устранили. При этом большинство жителей Молдовы уверены, без газа страна не останется. Открытым остается только вопрос о цене. Кроме того, люди считают, что Россия не оставит без голубого топлива Приднестровье, которое является неотъемлемой частью газовой системы Молдовы. Я думаю, у нас не будет газа, потому что таких хороших депутатов выбрали. По-моему, министры вместе с Майей Санду должны подняться со своих кресел, поехать на переговоры и сделать что-то, иначе нам придется замерзать. Хочется верить в лучшее, но, возможно, даже если побольше, без газа точно, я думаю, мы не останемся. Ну, я думаю, что политики понимают, что такой прокол оставить людей без газа зимой, как бы, это очень плохо отразится на избирательных рейтингах. Они гнут свою политическую линию сейчас, что мне очень не нравится, но в конце концов они должны же продавать газ в Европу, чтобы зарабатывать. В России же тоже бедность, да еще какая. И премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заверила, что газ будет, только вот платить за него придется больше. О поставках голубого топлива молдавские власти договариваются с Польшей, Украиной и Румынией. В Украине пообещали предоставить из собственных хранилищ 15 миллионов кубометров газа, но этот объем придется вернуть. Вариант с таким своего рода кредитованием эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну считает наиболее реалистичным, так как снабжать страну голубым топливом из Румынии, к слову, тоже российским, пока технически невозможно. Что касается газа из Румынии, он сейчас может поступить к нам в Республику Молдову только посредством газопровода ЯС «Унген-Кишинев». Здесь одна большая проблема, что этот газопровод еще не подсоединен к газотранспортной системе Республики Молдова. Вариант с Польшей и Украиной реалистичен только в случае, если нет каких-то запретов со стороны «Газпрома». Дополнительно поставлять по 5 миллионов кубометров в сутки в этом месяце в пятницу пообещала и российская страна. Однако договориться о подписании нового контракта на прошлой неделе Молдове не удалось. Эксперт уверен, практически безвыходная ситуация Молдовы в этом году – единственный шанс «Газпрома» вернуть долг, накопленный Республикой за предыдущие поставки. Он с учетом просрочки платежей увеличился до 709 миллионов долларов. Республика Молдова пока не хочет признавать этот долг и не хочет заключать долгосрочный контракт. С другой стороны, «Газпром» тоже не хочет сейчас давать этот газ, так как со следующего года уже газопровод «Ясу-Унген» может быть уже полностью функционален. И тогда Республика Молдова подумает очень хорошо, возвращать ли долг или нет. Власти Молдовы задолженность не признают, считая ее последствием неэффективного управления компанией «Молдова-Газ», мажоритарный пакет акций которой принадлежит российскому газовому гиганту «Газпрому». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова